Здравствуйте, глубоко уважаемые коллеги! Позвольте представиться. Карташов Артём Владимирович, врач-радиотерапевт кабинета Гамма-НОЖ Российского научного центра радиологии и хирургических технологий. В плане небольшого вступления хочу отметить, что лучевая терапия применяется уже более 120 лет в качестве основного метода лечения больных с микологическими заболеваниями. Благодаря техническому переоснащению лучевая терапия в нашей стране вышла на качественно новый уровень. Многолепестковая коллимация, моделированная по интенсивности фотонное облучение, портальная и виртуальная визуализация, управляемая лучевая терапия позволила добиться максимальной конформности, то есть максимально реализовать заданные условия облучения. Введённые в эксплуатацию комплексы Гамма-НОЖ, Кибер-НОЖ по своим физическим параметрам успешно конкурируют с центрами адронной терапии и позволяют провести за одну процедуру облучения высокую дозу без повреждения окружающей здоровой ткани. Дальнейшее развитие аппаратов лучевой терапии позволило создать комбинированные технические средства, объединяющие в себе как линейные ускорители, так и аппараты диагностики, такие как МРТ и позитронно-эмсионный томограф. На сегодняшний момент мы находимся на вершине плато научно-технического прогресса, где представлено 4 аппарата, объединяющие весь спектр лучевой терапии, которую возможно в настоящий момент применять для лечения больных с онкологическими заболеваниями, за исключением адронной терапии. Все эти 4 аппарата объединены единым названием НОЖ. И если о гамма-терапевтическом аппарате Гамма-НОЖ и фотонном излучателе Кибер-НОЖ сказано уже достаточно, то такие аппараты, как АЛЬФА-НОЖ и ФЛЭШ-НОЖ нуждаются в некотором пояснении. АЛЬФА-НОЖ, как видно из названия, основан на альфа-излучении. Используется интратекальное, интроопухолевое введение субстанции П, маркированное ВИСМОТом-213 или АКТИНИМ-225. ФЛЭШ-НОЖ наиболее быстро развивающаяся технология. В 2021 году был пролечен уже первый пациент. Методика основана на импульсном облучении мощностью дозы 350 и более грей в секунду. Таким образом, применение современных технологий позволяет отойти от режимов стандартного фракционирования и повысить конформность и селективность облучения. Под конформностью облучения понимают такое облучение, когда форма облучаемого опухоли, объема максимально приближена к форме конфигурации опухоли. Селективностью определяется как отношение энергии, поглощенных в объеме мишеней и окружающих нормальных тканей. Но лучший терапевтический эффект и максимально защищенность здоровых тканей может ожидаться при максимально возможной селективности. Повышение разовой и очаговой дозы неизбежно ведет к повышению риска возникновения ранних и поздних лучевых осложнений. Особенно эти риски возрастают при локализации опухоли вблизи от критических зон. Именно с целью снижения вероятности лучевых осложнений нами была разработана функционально-адаптивная лучевая терапия. Функционально-адаптивная лучевая терапия это вариант лучевой терапии больных с опухолевым поражением центральной нервной системы, обеспечивающий контроль за состоянием функционально значимых зон головного мозга. Прототипом данной методологии являются хорошо известные открытые нейрохирургические операции с пробуждением. Основным инструментом по выявлению функциональных зон коры головного мозга нами была выбрана транскраниальная магнитная стимуляция. Немного из истории вопроса. Напоминаю, что в основе стимуляции нервной ткани с использованием переменного магнитного поля лежит открытие, сделанное Майклом Фарадеем в 1831 году. Им было показано, что переменное магнитное поле индуцируется электрический ток в находящемся рядом проводнике, причем сила тока такого прямо пропорциональна частоте изменения магнитного поля. В 1896 году Жак Арсен Дарсенвальд, знаменитый французский физиолог, изобретатель головнометра и метода физиотерапии, получившего название Дарсенвализация, впервые описал явление фосфонез, субъективное ощущение вспышек света в глазах испытанного при помещении его головы в катушку с переменным магнитным полем. Магнусон и Стивенс в 1911-1914 году провели серию экспериментов с электромагнитными катушками различных диаметров и форм, по-разному ориентированных относительно головы. Ими было показано, что при частоте переменного тока в 20-30 Гц ощущаются вспышки света ярче, чем при частоте 90 Гц и более. В конечном итоге учёные предположили, что явление магнитофосфонеза связано со стимуляцией сетчатки глаза, зрительного нерва и зрительной коры головного мозга. Данная методика вследствие невозможности создания достаточно мощного магнитного поля была забыта на 70 лет. И только в 80-х годах благодаря научно-техническому прозву ГРЭСу позволил создать технически безопасный магнитный стимулятор. В клиническую практику Баркером ТКМС был введён в 1984 году. В отличие от транскраниальной электростимуляции, данная методика безопасна, не инвазимна и обеспечивает комплексное стимулирование коры головного мозга. Принцип транскраниальной магнитостимуляции заключается в наложении на определённую точку головы, шеи или по ходу нервных стволов электромагнитного импульса, индуцирующего, в свою очередь, собственный электрический потенциал нейронов. Произошедшее движение регистрируется с помощью методик электронейромиографии. При наложении магнитного импульса в проекции моторной зоны коры на картикальном уровне регистрируется вызванный моторный ответ. Он обладает характеристиками порога латентности, амплитуды и формы. Следует отметить, что магнитное поле имеет слабую проницаемость и затухает на расстоянии до 3,5 см. Симуляция стволовых и подкорковых структур невозможно. В настоящее время подкорково-спинальным трактом в целом понимают анамотомо-функциональное образование, включающие все корковые моторные связи, так называемые корковые нейрональные контуры, вставочные сегментарные нейроны и спинальные альфа-мотонейроны. Произвольное движение скелетных мышц человека и вызванный моторный ответ на корковую электрическую магнитную стимуляцию реализуется при нисходящем проведении возбуждающего импульса по нервным волокнам, которые начинаются от корковых верхних мотонейронов и спускаются к двигательным нейронам передних рогов спинного мозга. Эти нисходящие волокна и формируют кортико-спинальный тракт. При воздействии на кортико-спинальный тракт мы можем активировать, подавлять и модифицировать работу головного мозга. Новая технология навигационная стимуляция головного мозга НПС-Экзимия НЕКСТИМ представляет собой модульное аппаратное решение, куда входит классический транскраниальный магнитный стимулятор, электромиограф для регистрации вызванных моторных ответов на магнитный стимул, навигационная система для локализации магнитного поля на МРТ пациента и как опционально возможное подключение 60-канального электроэнцефалографа. Позиционирование пациента относительно аппарата проводится за счет системы инфракрасного излучателя и детектора Полярис перед проведением процедуры на пациента надеваются специальные очки, которые также имеют в своем арсенале несколько реперных точек в виде инфракрасных отражателей. Перед процедурой пациенту выполняется магнитно-резонственная томография в режиме Т1. Далее данные полученные при МРТ обследовании загружаются в систему НБС Газимен и к Стим и строится трехмерная модель головы пациента. Соотношение реального пациента и изображения детектируется с помощью специального светового пера, которым касаются реперных зон в виде переносицы и козелков ушей. электроды электромиографии накладывались на интересующую мышцу. В нашем случае это мускулюс абдуктор полицис бравис. Заземляющий электрод располагался на локсевой кости. Магнитная катушка устанавливалась в проекции четвертого поля по Бродману и проводилась магнитная стимуляция в зоне интереса с выявлением вызванного моторного ответа с амплитудой 100-500 микровольт и напряжение магнитного поля в точке стимуляции 80-110 вольт на метр. Система оптического позиционирования отслеживала положение головы пациента относительно положения индуктора с погрешностью не более 2 мм и углового отклонения не более 2 градусов. Благодаря пакетному программному обеспечению система точно вычисляет точку приложения максимального стимула и количество индукцируемого в мозге электрического поля. Одновременно возможно проводить регистрацию активности мышц по 6 каналам. Наличие системы позиционирования пациента в пространстве позволяет полностью обеспечить воспроизводимость полученных результатов. На данном слайде представлены клинические данные пациента с статическим поражением головного мозга. На левом слайде белыми точками показаны все события стимуляции. На правом зона топического представительства ноги и руки. Экспериментально было показано прямую корреляцию между данными неинвазивной транскраниальной магнитной стимуляцией и инвазивной прямой стимуляцией головного мозга. Также были показаны функциональные соотношения между транскраниальной магнитной стимуляцией и функциональной МРТ. Данные программы НБС НЕКСТИМ могут быть интуцированы сопряжены с системой планирования гамма-ножа гамма-план, позволяющие также определить и выделить зону топического представительства конечности. есть буквально несколько статей что-то около двух по использованию магнитной стимуляции при подготовке больных к облучению на аппарате гамма-нож. То есть вот представлены зораторные данные менингиома и зона топического представительства конечности. Если мы говорим о планировании к лучевой терапии больных с злокачественными опухолями головного мозга, то в соответствии с рекомендациями НССН, а также РТОК, мы должны зону облучения включить не только сам холевый узел и зону перифилического отека, но и отступить 2-4 сантиметра от зоны перифокального отека. При таких требованиях на СТВ объема его могут составлять до 3-й объема головного мозга. Естественно, в таком случае в зону облучения попадает и функционально значимая зона. В наших работах мы вычленяли как раз зону, отвечаем за мышцу, отводящую большой палец руки. Вот на этом слайде представлена как раз зона, выявленная по транскраниальной магнитной стимуляции, зона, отвечающая за мышцу, отводящую большой палец руки. вся эта зона попадает в 110-ти процентную изодозу. Было выполнено перепланирование и вот как видно из этого слайда, 110-ти процентная изодоза выведена из зоны топического представительства, зона интереса нашего исследования. Все вопросы касаемые транскраниальной магнитной стимуляции у больных с злокачественными опухолями головного мозга, как при хирургическом лечении, так и при лучевой терапии, отражены в ряде монографий, опубликованных за последние 7 лет. Если у кого-то из вас возникло желание ознакомиться с ними, я буду рад поделиться с вами данными книгами в электронном виде. Спасибо за внимание. !